Доброго времени суток! На связи Накрошаев Олег и сайт Photoshop Сундучок. Просматривая свои фотографии, вы довольно часто наблюдаете такую проблему. Главный объект съемки получился слишком светлым. Вот как на этой фотографии. Этот снимок сделан в городе Ломоносове. Это Меньшиковский дворец. В целом, фотография смотрится неплохо, но главный объект съемки... Вот эта часть замка получилась уж очень яркой. В этом уроке я хочу вам показать несколько способов затемнения главного объекта съемки. Начиная от самого простого и заканчивая более сложным. Почему несколько? Вообще, способов существует довольно много. Дело в том, что один способ может подойти к одному снимку, а другой способ к совершенно другому. Фотографии у нас с вами очень разные. Поэтому, я и покажу несколько способов. Итак, перейдем к уроку. Начнем с самых простых способов. Перейдем в палитру каналы. Удерживая клавишу Ctrl, я щелкаю по каналу RGB. У меня загрузилось выделение, и это выделение именно светов на фотографии. Теперь я добавляю корректирующий слой «Кривые». Включу инструмент целенаправленной коррекции. Это вот эта рука с двунаправленной стрелкой. Повожу по нашему объекту и вижу, что у меня он находится в основном в одной четверти тонах и приближается к полутонам. Поэтому, я просто-напросто вот так вот кривую вниз опущу. К примеру, вот таким образом. Давайте посмотрим. Вот такая фотография была. Вот такую фотографию мы с вами получили. Таким образом, с помощью этого способа мы с вами затемнили главный объект съемки. Не только главный объект съемки, но и все цвета на фотографии. При необходимости можно уменьшить непрозрачность слоя. В палитре слоя я щелкну по значку фотоаппарата и сделаю снимок в истории. Просто для того, чтобы можно было потом сравнить, какой способ лучше. Перейдем на состояние «Открыть» и рассмотрим второй способ. Зайдем в «Выделение». Выберем такую команду, как «Цветовой диапазон». Раскроем список «Выбрать» и выбираем «Подсветка». Тем самым, мы с вами опять выделяем света на фотографии. С помощью ползунков «Разброс» и «Диапазон» мы с вами можем регулировать количество попадаемых в выделение светов. К примеру, пусть будет вот так вот. Нажимаем «Ок». Загрузилось выделение цветов. Давайте опять добавим кривые и опустим кривую вниз. Затемним цвета на фотографии. К примеру, вот так вот. Опять я сделаю снимок в палитре истории. Вернусь на состояние «Открыть». Мы можем с вами уже посмотреть. Вот первый способ, вот второй способ. Они очень похожи, но результат, конечно, отличается. Перейдем на исходный снимок и рассмотрим третий способ. Я создам копию слоя «Ctrl J» и перейду в «Изображение», «Коррекция», «Тени света». У нас фотография по умолчанию осветлилась на 35%. Я осветление уберу на ноль. А вот в разделе «Света» эффект, наоборот, увеличу, тем самым затемняя света. К примеру, вот таким образом. Нажму «Ок». Вот такая фотография была. Вот такую фотографию мы с вами получили. На небе у нас получился даже вот такой своеобразный HDR эффект. Но этот способ подходит далеко не всегда, так как мы с вами получаем довольно часто ореолы. Это можно наблюдать, допустим, по деревьям. В палитре истории нажимаем на значок фотоаппарата. Перейдем на исходную фотографию и можем посмотреть результаты уже трех способов. Вот один, два и три. И давайте рассмотрим четвертый способ. В этом способе мы будем использовать каналы. Перейдем в палитру канала и посмотрим. Красный канал. Я смотрю на главный объект съемки. В красном канале объект слишком светлый. В зеленом канале и в синем канале. Вот в синем канале более-менее у нас объект затемняется и появляются какие-либо детали. Поэтому я буду использовать синий канал. Хотя, конечно, деталей в нем тоже не очень много. Перейду в палитру «Слои». Добавлю новый слой. Перейду в изображение «Внешний канал». Раскрываю список канал. Выбираю синий. Наложение «Обычные». Непрозрачность 100%. Нажимаю «Ок». Этим действием мы с вами на новом слое разместили синий канал. Теперь я добавлю еще корректирующий слой «Кривые». И затемню главный объект съемки. Тем самым доработаю синий канал. Пусть будет вот таким образом. Верхний слой у меня активен. Удерживая «Shift», я щелкаю по слою «1» и объединяю два слоя в группу. «Ctrl-B». Режим наложения. Для этой группы я устанавливаю «Затемнение». Теперь моя задача сделать так, чтобы вот эту получившуюся картинку я наложил на нижний фоновый слой и наложил только в красный канал. Это мы с вами сделаем с помощью стилей слоя. Два раза левой клавишей мыши я щелкаю по группе «1». Открывается окошко «Стиль слоя». И я здесь отдаю команду «Накладывать получившуюся картинку на фоновый слой только в красном канале». Для этого снимаю галочку «В зеленом канале» и «В синем канале». Нажимаю «Ок». Вот такую фотографию мы с вами получили. Давайте теперь восстановим цвета. Я сделал активным фоновый слой. Нажимаю сочетание клавиш «Ctrl-J» и слой «Фон копия» переношу на самый верх. Нажимаю сочетание клавиш «Shift», «Ctrl», «Квадратная закрывающая скобка». Снимок вернулся к исходному состоянию. Теперь для этого слоя я просто-напросто устанавливаю режим наложения «Цветность». Давайте посмотрим. Вот у нас исходная фотография. Вот такую фотографию мы с вами получили. Главный объект съемки затемнился довольно неплохо. Появились детали, но вместе с тем и правая нижняя часть фотографии слишком затемнилась. И розы, которые у нас есть на переднем плане, стали слишком темные. Но это естественно, так как мы с вами затемняли красный канал. Что теперь делать? Давайте немножко подправим наш результат. Я делаю активным фоновый слой. Дублирую этот слой «Фон копия 2» и размещаю опять его на верхний слой. «Shift», «Ctrl», «Квадратная закрывающая скобка». Удерживая клавишу «Alt», щелкаю по добавлению маски слоя. Добавилась маска слоя. Она черная. Картинка вернулась к исходному состоянию. Теперь я просто-напросто выбираю инструмент «Градиент». На панели «Параметров» раскрою список градиентов. И выберу самый первый, который называется «От основного к фоновому». Выбираю «Линейный градиент». Это первая иконка среди вот этих пяти. Не забудьте нажать клавишу «D». То есть, сделать так, чтобы у вас цвета стали по умолчанию. И теперь о градиентах проведу по правой нижней части картинки. К примеру, вот таким образом. Получилось не очень хорошо, поэтому я ещё раз проведу. И сделаю градиент чуть подлиннее. Новый градиент у нас заменит старый градиент. Это очень удобно. И вот, что у нас получилось. Вот такая картинка была. Вот такую картинку мы с вами получили. В палитре «История» сделаем ещё один снимок. И теперь уже можем сравнить. Вот у нас исходный снимок и четыре результата. Вот первый, вот второй, вот третий, вот четвёртый. Выбирайте тот, который вам больше нравится. И, как я уже отметил в начале урока, для какой-то фотографии подойдёт такой результат, для какой-то другой, а для третьей может подойти совершенно другой способ. На этом урок окончен. В этом уроке мы с вами рассмотрели четыре способа затемнения главного объекта съёмки. Спасибо за внимание. С вами был Накрошаев Олег и сайт Photoshop Сундучок. Субтитры создавал DimaTorzok